Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте. Так уж сложилось, что настоящее южное лето пришло к нам на месяц позже лета календарного, но, к счастью, мы дождались открытия пляжного сезона на Южном Урале. Этот знойный период не просто время легкой одежды, это еще и время, когда необходимо особо тщательно ухаживать за кожей. Нюансы у наших экспертов. Кожа увлажнена, должна быть всегда. Питание, как бы, что бы мы ни делали, оно может еще спровоцировать хуже, как бы, забить поры. Так здорово. Итак, мы с вами будем разбираться с нюансами летнего ухода за кожей и волосами. Чтобы оставаться красивыми, молодыми и увлажненными, мы рассмотрим косметические тренды этого лета вместе с бьюти-экспертом, директором магазина Тони Молли Ольгой Грачевой. Лето, лето у нас такая особая пора, когда кожа перестраивается. Значит, если нашей кожи зимой требовалось больше питания, то сейчас даже если она вдруг в силу чего-то, да, стала сухой, это не значит, что ей требуется такое же питание. Питание, оно идет за увлажнением, так будем говорить, не впереди. То есть, если кожа изначально не увлажнена и сухость, это значит, что питание, как бы, что бы мы ни делали, оно может еще спровоцировать хуже, как бы, забить поры. Прежде всего, номер один, кожа увлажнена, должна быть всегда. Средства, которые способствуют увлажнению кожи, можно разделить на три категории. Тонеры, гидрогели и мисты. Их цель – восстановление гидролипидного баланса кожи после очищения лица. С гелем нужно делать маски по утрам. То есть, мы встали, еще это особо не умывались, ничего не делали. Сразу нанесли, как бы, гель достаточно толстым слоем. Пошли там попить что-нибудь, там погуляли. Минут 20-15 прошло достаточно. Все, смывайте этот гель, можете водой. И тут же берите тонер. Один можете, второй взять. Не жалейте никогда тонер, прям от души. Если после использования средств увлажнения вы все же ощущаете стянутость, к уходу можно подключить сыворотки для лица и питательные кремы с пептидами. В некоторых современных продуктах они содержат солнцезащитные компоненты. Ну, вот, к примеру, вот две гиалуронки у нас, и тот, и другой. Они вполне могут заменить обычный крем уходовый, потому что уровень увлажнения они дают очень серьезный, и защита у них 50 – максимальный фактор. То есть мы убиваем двух зайцев. То есть мы от пигментации себя защищаем, и плюс еще, значит, увлажняем кожу. Вот такие вот гели – это тоже летний вариант. Они спасают от загара. То есть особенно там, где есть алоэ, там, где есть бамбук. Они же все обладают охлаждающим действием. То есть позагорали обязательно на все тело, руки, ноги, там, куда хотите, наносите гель. А еще SPF-защиту содержит кремы категории BB и CC. Это многофункциональные средства, которые отличаются легкой текстурой, выравнивают тон, маскируют недостатки кожи, увлажняют и питают ее. Значит, отличие и того, и другого в том, что этот CC-крем будет более как бы легкий, в отличие от BB-крема. Для лета, даже вот несмотря на то, что он легкий, он, ну, если кожа позволяет, то, пожалуйста, пользуйтесь. Я, допустим, пользуюсь в том числе и BB-кремом. У меня есть легкий BB-крем, который я использую летом. Но если, если все-таки, да, вы чувствуете, что кожа как бы жирнится и так далее, то лучше отложить и взять CC-крем. Когда речь идет о защите от ультрафиолетовых лучей, не нужно забывать о питательных ночных масках и бальзамах для губ. Они защищают от нежелательных шелушений. Еще один бьюти-тренд этого лета – мисты для волос. Это увлажняющее средство с приятным долгоиграющим ароматом. Прочесали, да, как бы хорошо его распределили по всем волосам. Волосы подсохли. И если вы даже не делаете укладку, они все равно будут. То есть он придает такой небольшой объем. По-другому совершенно волосы укладываются, так будем говорить. Они делаются очень послушными. Также в линейке летних продуктов особое место занимают маски-пилинги для ног, которые помогают стопам выглядеть гладко и безупречно в открытой обуви. Уход за внешностью важен в любое время года, но в зависимости от сезона его важно корректировать. А если уходовые ритуалы войдут в привычку, они обязательно будут приносить радость и удовольствие. Если создание ландшафтного дизайна – это работа архитекторов, инженеров и биологов, то на этапе, когда уже все создано, высажено, подключено, на первый план, конечно же, выходят вопросы ухода за садом. А это значит, что необходимо еще больше погружаться в тему различных нюансов из области ботаники. В центре внимания сегодня вопрос – откуда берутся цветы. У нас прежде всего это экскурсия по саду, по частному саду. Мы изучаем ассортимент растений, светущий на данный момент. Ну и основная задача – это познакомиться с процессом чередкования растений. Итак, вместе со школой ландшафтного дизайна мы вновь окунемся в увлекательный мир зеленой эстетики. На этот раз мы будем учиться у профессионалов приему черенкования. Черенкование производится для того, чтобы размножить растения, чтобы их было больше. Это очень актуально, например, для закладки живых изгородей, когда вам нужно не одно растение, а, допустим, 50 растений или 100. Тогда, зная, как размножить это растение, можно достаточно серьезно сэкономить. Пробовала черенковать, иногда получалось, иногда нет. Конечно, когда не получается, расстраиваешься, надеюсь, что после сегодняшнего занятия у нас, ввиду уже опыта полученного от профессионала, будет получаться все. На этом участке огромное количество различных цветов. И это совсем неудивительно. За опытом размножения растений при помощи черенков мы обращаемся к искусному цветоводу – хозяйке садового центра. Черенковать можно практически все, что, в принципе, дает корни из, грубо говоря, из вот этих вот узлов корнеобразования, это вот возле почки. В основном это кустарники ягодные и декоративные. Ну, самое простое – это вот черенкую, допустим, всякие комнатные растения, да, например, там пеларгонию, там, ну, герань, да, когда выламывают череночек в корневин и под баночку. Вот это вот самый-самый простой способ. Можно, в принципе, еще с зелеными черенкованиями, особенно, когда вам, ну, не надо вот такие большие тысячи, да, как вот у меня, просто можно опустить в воду. Таким вот образом, например, хорошо черенкуются бальзамины, например. Их прямо, вот прям берется череночек, опускается в воду, и он буквально через неделю уже весь вот оплетен корнями. Все время рассказываю эту историю про спирею японскую, Gold Flame, которую мы купили у какого-то сумасшедшего садовода в Екатеринбурге. Вот такой маленький саженец. И вся спирея, которую мы продаем, Gold Flame, это вся дети той самой спирейки, которую мы купили там в седьмом, что ли, или в шестом ли году. Дети мне говорят, что это магия такая, ну, реально такая магическая история, потому что вот из непонятного чего-то, да, вырастают корни, а потом вырастает большое растение. Несмотря на кажущуюся простоту, черенкование сопоставимо с настоящей операцией. Поэтому перед тем, как начать обрезать черенки у растения, нужно подготовиться. Перед черенкованием дня за три до того мы обрабатываем от болезней и от вредителей, потому что черенок это, ну, грубо говоря, такой выпавший, да, из гнезда птенец, которого нужно некоторое время подержать в таких некоторых стерильных условиях. Поэтому мы сначала обрабатываем от вредителей и болезней, потом мы его черенкуем, и маточный куст, естественно, мы кормим. Ну, во-первых, мы, ухаживая за своими маточными кустами, мы их и так подкармливаем, да, три раза за сезон, то есть весной, летом и осенью, да. Но еще плюсом, обычно жидкими подкормками мы кормим их после того, как мы их обрезали, для того, чтобы они двинулись в рост дальше и чувствовали себя комфортно. А теперь мы начинаем черенковать растения. Будем черенковать актинидиу коломекту мужской экземпляр. Работаем со стерильным инструментом и помним, для укоренения черенка нижний срез должен быть косым на расстоянии примерно 1 сантиметр от почки, а верхний срез прямым. Макаем в стимулятор корнеобразования корневин. Затем помещаем черенок в специальную земельную смесь или субстрат. В нашем случае это торф с перлитом. Кстати, температура при корнеобразовании очень важна. Идеально считается от 20 до 30 градусов. В прохладу черенки нужно помещать под укрывной материал, чтобы сохранить необходимое тепло. А чтобы избежать перегрева черенков в жару, необходимо их чаще поливать. Ну вот и все. Малыши скоро подрастут и станут не только экологичным, но и эстетичным элементом декора участка. Дизайнер Сергей Сысоев известен своими утонченными женственными образами. Но, как мне показалось, за последнее время от классической элегантности автор перешел в сторону свободы, креатива, такой расслабленности и возможности даже в будние дни выглядеть как-то особенно, по-праздничному. Что вдохновляет художника, об этом Сергей Сысоев рассказал в интервью Beauty Time. Где есть женщина, там и есть праздник. Вы вдохновение для нас, мужчин, даже для своих подруг. Поэтому перевоплощайтесь, экспериментируйте собственной внешностью бесконечно. Я считаю, что нарядное, это не значит исключительно каблук и платье по фигуре. Это может быть на каблуке, это может быть в каких-нибудь меховых тапках. Когда, как не весной, экспериментировать с внешним видом и разбавлять серые будни яркими красками. Дизайнер Сергей Сысоев – это больше, чем просто автор стильных коллекций. Вдохновленный женщинами на творчество, он вдохновляет нас в ответ. Мне кажется, где есть женщина, там и есть праздник. Это всегда. И неважно, какое. Он может быть немножко там с налетом грусти, с налетом ожидания. Но это все равно что-то новое. То есть женщина дает новую жизнь. Она способна как произведение искусства видоизменяться. То есть вы всегда, женщины, должны всегда помнить, что вы вдохновение для нас, мужчин, даже для своих подруг. Поэтому перевоплощайтесь, экспериментируйте с собственной внешностью бесконечно. А у вас есть это право, как у никого другого. Задача талантливого дизайнера тонкая и сложная. Нужно каждый раз предлагать что-то новое, но при этом оставаясь собой. Стиль, он формируется годами, я бы даже не сказал десятилетиями. И он трансформируется, он видоизменяется. Сегодня мой стиль, он распространяется, выходит за рамки одежды, обуви, аксессуаров, суммах и так далее. Он распространяется на то, что так нужно девушкам дома. Фарфор, красивые предметы мебели. То есть настоящая стильная женщина, она может создать и такое же стильное, не менее красивое пространство вокруг себя. Поэтому сегодня для дизайнера очень важен концепт, который выходит за рамки просто одеть человека. Мебель от Сергея Сысоева не менее изысканна, чем коллекция одежды. Как вам, например, обивка стульев с принтами фламандской живописи на бархате или коллаборации с Жостовским заводом? Выполнены в монохроме с выделением одного цвета. Как элементы кора на стену повесить, либо действительно пользоваться. Я за то, чтобы этим пользовались. Мне хотелось рассказать историю, историю страны, историю России, историю, наверное, самой красивой русской женщины. Основным призванием которой, наверное, является украшать этот мир. Вот, поэтому восхищаться женщиной, дарить ей максимальную палитру цветов, материалов, фактур, вот этих летящих лент, завязанных женственных бантов. Ну, вот что в моей голове. Идея о том, что можно и нужно выглядеть красиво каждый день, а не только по праздникам, нашла свое воплощение в изящных и комфортных моделях одежды, которые дамы с творческим подходом могут успешно сочетать между собой, создавая новые образы. Я считаю, что нарядные, это не значит исключительно каблук и платье по фигуре в пол. Те вещи, которые представлены, они достаточно нарядные и в то же время уютные, и даже не повысится слово домашние. То есть вот эти вот тренчи вдруг неожиданно выполнены из хлопчатобумажного полотна, в которое легко укутаться, уютно завязать вот эту орденскую ленту. Это может быть на каблуке, это может быть в каких-нибудь меховых тапках, это можно и в машину сесть, это можно и гостей принимать. Поэтому в моде именно концепт. Я никогда, я против каких-то категоричных заявлений заставлять что-либо носить. Вот каблук и только каблук. Периодами женщины, конечно, отказываются от каблука и потом возвращаются к нему. Отказываются от ярких цветов и потом возвращаются к ним. отказываются от блеска и потом увидим их в паеточном блеске во всей красе. Поэтому выбор в этом плане за женщиной, а мы только служим ей. Такой вот он, Сергей Сысоев, эстет в творчестве и перфекционист в работе, который делает реальную жизнь красивой, эмоциональной и радостной. А этого обычно так не хватает. Вы смотрите Beauty Time прямо сейчас о современной поэзии, а точнее об одной из самых ярких, ее представительница Юлии Соломоновой. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди. Сереж, я строгая руководитель этого всего. И зрители такие, да, 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 это про меня. Ну, мучаю знакомых, да, мучаю своих друзей. Сейчас вся моя команда, короче, такая, господи, опять. Ну вот сегодня вот кто-то что-то выкрикивал, мужчина очень возбудился, хотел познакомиться. Когда зрители смеются, мне очень нравится. Сациви, хали, сыр, коса, трех разных видов, колбаса, трех разных видов соуса и пива. Ну, думаю, ядрен батон, все отработаю потом, хотя с набитым животом в лежачей позе. Сережа как-то сказал, у нас был сборный концерт, пришли артисты, все такие, а, у, а, ну, нормально. А мы приехали за три часа. Мы приехали за несколько часов. Да, и репетировали, типа давай это вот порепетируем, а вот, а еще то, что не читаем, все равно порепетировали, а это тоже порепетировали. О, вот это оставим, а вот это вот в следующий раз. Ну вот мы любим репетировать. Любая реакция зала – это опыт. Иногда зал бывает лирический, иногда бывает саркастический. В Челябинске всегда саркастический зал. Они с удовольствием смеются. И в этом даже лирику я читала так довольно весело. Они даже на лирике смеялись, не только на сарказме. А иногда бывает все сидят и тихо, спокойно слушают, внимательно. Тогда можно почитать какие-нибудь такие длинные стихи, типа сторителлинг, когда люди хотят просто сидеть и слушать, например. Зависит от города на самом деле. Они были в восторге, но я не знаю, как-то вот так вот переключило их, раз, какой-то пошел восторг. И они прям на каждую реагировали, а там же все равно настроение. Потому что темы были близкие. Потому что были близкие темы. Я стараюсь подбирать подборку стихов так, чтобы для каждого зрителя была близкая тема. Потому что есть мамочки, да, и они говорят, вот лучше было про детей. А кто-то скажет, лучше было про замуж. Ну, еще что-то. Нет двух одинаковых зрителей. И поэтому я стараюсь, так как я пишу на разные темы, я делаю такую подборку, чтобы каждому зрителю было стихотворение. Плачет Таня. Мячик тонет, как Титаник. Посадили мишку на колу. И коррупция во всем. А бывает вот от толпы, да, ну, от зрителей, от читателей, когда вот больно? Или уже, ну, есть иммунитет? Что может вот прям вот как-то раздосадовать? Или это такой вопрос настроения? Ну, это же опыт. Это опыт. Зрители бывают разные. Бывают зрители интеллигентные, бывает зритель хамский. У нас большой опыт еще кабаков. Нам нравится в кабаках выступать. Когда люди сидят, вообще пьют и едят. И это такой опыт, после которого уже ничего не страшно. То есть после кабака выступить в зале большом, это намного проще. Потому что человек пришел в кабак для того, чтобы расслабиться. Он пришел не для того, чтобы узнать что-то о современном искусстве, в каком бы жанре оно ни было. Он пришел, как бы, весело провести время. И там уже, ну, вот там сложнее. Потому что ты должен регулировать настроение зрителя. Если ты ему прочитал первое отделение очень смешанных стихов, и там все смеялись, то потом начнется лирика. Нужно сказать, а давайте теперь послушаем лирику. Все такие, ну, давайте. И послушаем лирику. Но ее должно быть именно столько, сколько вот человек в кабаке может послушать лирики. Однажды мы встретимся где-нибудь на вечеринке, и мне будет 30, а вам посчитайте сами. Вы будете с юной и очень худой блондинкой, а я седоватым мужчиной с подстриженными усами. То есть моя фишка – это новые темы. Это новые темы. То, о чем еще никто не написал. Инновации, связанные в моем случае с интернетом, так как интернет, он порождает большое количество новых отношений между людьми. И интернет очень много значит. И вот как меняется мир женщины с приходом интернета, инновацией. Появились сторис, да. И это только кажется, что вроде появились сторис, и это какая-то техническая история. А кто-то уже своим выкладывает сторис специально, чтобы их любимый посмотрел. Кто-то пытается своих бывших владеть. Кто-то пытается, не знаю, карьеру построить. И то, как проявляется жизнь человеческого духа через инновации, и это одна из моих любимых тем. Лучше глупость взболтнуть о хоккее, чем валяясь в обнимку взболтнуть, что вот эту кровать собрала за 15 минут. То есть ты говоришь о какой-то вещи очень острой, очень волнующей, и зритель такие, да, 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 это про меня, это про меня. А когда зритель, он чувствует, ну, как бы он сопереживает тебе, и вы с ним как будто бы братья-друзья, конечно, он хочет ближе познакомиться, выразить свою реакцию. Когда зритель смеется, мне очень нравится. В человеческой жизни у нас не появляется новых чувств, не появляется новых желаний. Понимаете, в чем дело? Они все те же самые. Меняются только предлагаемые обстоятельства. И писать о вечных проблемах, в новых предлагаемых обстоятельствах, это вот моя любимая история. Ведь я, подражая юной Джульетте, теряю сознание от мурашек и переживаю безумный кураж, когда мы с вами вдвоем. И если вы все-таки мне ответите и скажете, что просто долго болели, то я непременно надену колье и поеду к вам на район. Пляжный сезон Пляжный сезон очень четко разделил людей на тех, кто правильно питался и занимался физическими упражнениями и на всех остальных. А худеть к лету, это, конечно же, прекрасно, но практика показывает, что гораздо более эффективный способ всегда поддерживать себя в хорошей форме. Как именно, узнаем прямо сейчас. Ого, наконец-то еда. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода. Если перед словом диета не стоит слово модное, значит, она вряд ли будет популярной. А в наш век неравной борьбы за стройную фигуру хорошо все, что результативно и не вредит здоровью. Найти свой путь в мире вкусной еды нам помогает нутрициолог, специалист по правильному питанию Юлия Антонова. В этой сфере питания, диетологии существуют некие тренды на диеты. Откуда все это берется и какие тренды сейчас и почему? Я предполагаю, что все просто, людям не интересно. Это скучно. А вот когда какая-то диета еще с какой-то красивой оберточкой так подается, да, с какой-то красивой историей, вот это уже интересно. Сейчас мода на кето-диету, она прям, вот прям мода. И сейчас мода на интервальное голодание. Кето-диета была разработана для людей, страдающих эпилепсией. То есть кето-диета подразумевает исключение углеводов, и мы оставляем жиры и белки в своем рационе. Так вот, человек, страдающий эпилепсией, ему лечащий врач назначал такую диету, как только приступы у него становились меньше, либо исчезали, все, его возвращали к нормальному, обычному режиму питания. Для себя кто-то взял это как вот такой образ питания, да, и начал придерживаться им в обычной жизни, без наблюдения врачей. Что происходит у человека, когда он придерживается кето-диеты? Он убирает углеводы, причем, я бы сказала так, не убирает, а сокращает их. На свой лад у него такая кето-диета. Когда он сокращает углеводы, он убирает, значит, быстрые углеводы, это все сладкое, мучное, естественно, он начинает снижать вес, потому что у нас вес набирается именно из-за углеводов. И он говорит, о, кето-диета работает. Ну, нельзя сидеть на такой диете бесконечно, нам нужны углеводы, но из других источников, ну, не такие, не быстрые. То есть это должно быть временно и под наблюдением врача. В работе организм может произойти скачок не в ту, а в другую сторону, в минусовую, потому что организму углеводы нужны, а человек их недополучал какое-то время. И если он их долгое время недополучал, и в этот же момент он получал очень большое количество жиров, вот, то могут начаться проблемы со здоровьем, прям серьезные. Интервальное голодание. Значит, берутся какие-то интервалы, когда человек голодает. Очень часто, сейчас придерживаются 16 голодает человек часов, 8 часов человек ест. Но, опять же, кто-то начинает, вот в это время, когда ест, он начинает есть все подряд. И для него это не срабатывает. И сразу скажу, физиологично, вот 16 часов для нашего организма, это неправильно голодать, ну, без еды быть. Потому что как только человек начинает что-то потом есть, организм такой, ого, наконец-то еда. И он начинает все, что человек ест, усваивать. Вот. Поэтому питание должно быть дробное, вот, в течение дня, от 4 до 6 раз, ну, в зависимости, как режим у человека. Каждый человек, с одной стороны, полностью индивидуален, он отличается, с другой стороны, есть такой подход. У меня он, ну, начинается с того, что я прошу человеку написать свое меню питания. То есть, как он питается 3-4 дня, мне нужно посмотреть его режим питания, и тогда уже индивидуально я могу порекомендовать что-то, какие-то моменты изменить. Сейчас мне, знаешь, какая тенденция нравится, что сейчас все больше и больше людей, молодых, начинают заботиться вот именно о своем питании, о том, как они будут выглядеть через 10, 20, 30 лет. Потому что там, допустим, лет 10 назад, это была, в принципе, женщина 45 плюс и выше. Вот такие чаще всего. Сейчас очень много, 25-35 лет, вот такие люди, прям их большое количество, количество, которые вот о себе уже сейчас заботятся и думают о будущем. Человек уже более осознанно подходит к выбору еды, не только, допустим, дома готовит, не только идет в магазин, но и более осознанно в ресторане даже заказывает. И даже в ресторанах, вот по моему наблюдению, поменялось вот что-то такое, другая еда стала. Если мы говорим про сбалансированное питание, даже не про правильное питание, потому что правила у всех разные, а именно сбалансированное питание, то здесь все очень просто. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода. То есть вот, это то, что нам нужно каждый день. Если у человека достаточно белка в рационе, у него много энергии, его меньше тянет на сладкое, это однозначно. Если у человека тянет на сладкое, это один из первых признаков нехватка белка в рационе. Если слишком много углеводов в рационе, то сонливость, усталость в течение дня может быть, не присутствует. То есть там очень много различных моментов. Вот если жиров совсем нет, правильных жиров в рационе, то могут проблемы быть в гормональном фоне. То есть нам нужно все. Нам нужно все, и это все должно быть в балансе. Информации о правильном питании, кстати, это тоже касается. А потому выдавать ее будем, как рекомендуют специалисты, маленькими порциями, чтобы усваивалось лучше. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности, красивых событий в формате no comment в завершении выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А на этом выпуск совершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой от Илье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok